Специальная обработка деталей. То есть эта деталь потом покрывается составом нержавеющим и идёт на узел на робот. Это оборудование, объясняет Максим Гондарев, они делают для нефтяников. Процесс сборки робота очень трудоёмкий, но за последние два года его смогли значительно ускорить. Помогли технологии бережливого производства. Сейчас всё находится на своих местах, знаем, что где. То есть время уже на сборку деталей уходит меньше. Сейчас, в принципе, мы вышли три робота, в месяц собирали. А до нас проекта было меньше, да? Да, было меньше. Ну, там в месяц, наверное, около робот собирали. Это предприятие одним из первых в республике стало участником национального проекта. За два года смогли увеличить производительность на 40%. И это за счёт внедрения бережливых технологий. Знакомиться с ними начинали на одном участке, теперь осваивают и на других. Мы планируем всё наше предприятие сделать бережливым. И на сегодня мы работаем уже на третьем участке. И планируем растиражировать эти полезные практики на все участки нашего предприятия. Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» участвует более 50 предприятий республики. И не только промышленное, но и строительство, торговли, сельского хозяйства. В следующем году участников станет больше. У нас 22-й год, это 14 предприятий зайдёт в проект, присоединится к проекту. И 23-й, 24-й должен быть 14 предприятий. То есть вот такими темпами мы идём. Большая часть, наверное, да, действительно, это предприятия промышленности. Это три четверти, наверное, всех вошедших. 40 предприятий участников нацпроекта уже перешли ко второму этапу реализации. Теперь они уже самостоятельно осваивают бережливые технологии. Александр Демидов, Павел Яскин. Новости.